Эндаумент является опорой в развитии одного из главных вузов страны МГИМО. Фонд выступает связующим звеном университета с бизнес-сообществом, оператором стратегических и текущих проектов. В 2007 году эндаумент был таким стартапом, совершенно новым явлением для России. И тогда эндаумент инициировали и поверили в него три выпускника. Это Владимир Олегович Потанин, Алишер Бурханович Усманов и Фатах Каюмович Шадеев. И, конечно же, ректор МГИМО Анатолий Васильевич Таркунов, который сейчас является президентом эндаумента. Ну а за это время присоединились к деятельности фонда сотни других выпускников, попечителей, бизнесменов. На мой взгляд, эндаумент сегодня из такой скорой помощи, которая была на первом этапе его создания, превращается в очень важный инструмент, институт развития. Теперь уже, когда мы говорим об эндаументе, мы не думаем о том, чтобы какие-то дырки закрыть в нашем бюджете, в том числе иногда даже и зарплатные дырки. Мы теперь уже рассуждаем о тех проектах, которые могут быть реализованы при поддержке эндаумента. Эндаумент нацелен и на то, чтобы смычку науки, образования и бизнеса, предпринимательства сделать более тесной. Сегодня это уже не стартапы, это достаточно большой фонд, который имеет свою инвестиционную программу. И под инвестиционной программой я имею в виду не то, что мы инвестируем средства на фондовом рынке, это, разумеется, есть, а то, что фонд сам инвестирует в университетские проекты. И причем, обратите внимание, это не расходы, а именно инвестиции. Предложить проект может любой студент и преподаватель МГИМО. Основной показатель эндаумента — это размер целевого капитала. У нас он приближается к 2 миллиардам рублей, при том, что более 1 миллиарда уже было направлено на различные университетские проекты. Но за этими цифрами я вижу конкретные результаты, успехи наших студентов, преподавателей. И проекты могут быть самыми разными. Это может быть небольшой проект, особенно когда студент делает первые шаги в управлении проектами. А могут быть и такие проекты, масштабы которых впечатляют. Для бизнеса такое сотрудничество также очень выгодно, поскольку мы организуем различные деловые мероприятия для наших бизнес-партнеров. Мы подбираем лучших студентов на стажировку с дальнейшим трудоустройством в компании. Есть деятельность корпоративных кафедр в МГИМО, их сейчас около 20. И поэтому и бизнес, и студенты, и сотрудники, и преподаватели все получают такие долгосрочные дивиденды. У нас есть достаточно большой список проектов, поэтому наши инвесторы, благотворители могут выбрать любой проект в зависимости от своих интересов. Фонд развития МГИМО Это самый популярный эндаумент из всех, которые имеются в университетах России. Узнал я о нем в большей степени, конечно, из интернета, но вместе с этим даже на встречах с ректором, который у нас проводится, Анатолий Васильевич упоминает фонд. Несмотря на то, что МГИМО считается элитным вузом, все же в нашем университете учатся дети из разных уголков страны, и, соответственно, из семей с разными финансовыми возможностями. И я узнал, что эндаумент оказывает поддержку студентам, которые находятся в том или ином сложном положении. И поэтому я решил нести свой вклад в фонд, потому что в один момент, возможно, это выручит и меня. Студенты университета принимают участие в организации различных деловых и научных мероприятий МГИМО, становятся волонтерами на крупных международных форумах, выступают переводчиками участников и спикеров. Проект, который затронул именно меня, это курсы по финансовой грамотности совместно с Банком ВТБ. Вместе с этим у нас также есть онлайн-встречи с бизнесменами и государственными служащими, МГИМО онлайн-бизнес. Это дает уже сейчас мне возможность понять, на что делать акцент в учебе, поскольку они приходят, они дают реальные случаи жизни, делятся своим опытом, как корпоративным, так и личным, и все их наработки можно будет в будущем использовать при трудоустройстве. Это очень круто. На самом деле это, можно сказать, своего рода бизнес-просвещение даже на МП-факультете. За счет средств эндаумент и его партнеров оплачиваются как международные стажировки, так и программа обмена с зарубежными вузами. Вместе с этим публикую также много новостей об участии студентам, в том числе моего МПФ, в международных конкурсах, различных мудкортах. Мне это кажется тоже интересным, и я даже подумаю над тем, чтобы поучаствовать в этом будущем. Когда я поступала в МГИМО, мне было очень интересно найти какое-то классное студенческое комьюнити, для того, чтобы стать его частью, делать какие-то интересные проекты. И, собственно, я нашла такое. Это был бизнес-клуб. Собственно, благодаря бизнес-клубу я узнала о том, что существует эндаумент, о том, какие проекты делает эндаумент и как мы можем получить их поддержку. С помощью эндаумента мы ежегодно реализовываем очень много мероприятий и ежегодно участвуем в конкурсе студенческих грантов. Бизнес-клуб подает уже в течение нескольких лет заявки на грант на общую программу, на проведение форума «Бизнес весна» уже в течение пяти лет. Бизнес-клуб — это студенческая организация. Мы в первую очередь хотим показать студентам, первокурсникам в том числе, то, какие возможности существуют за рамками университета, что они могут сделать и как вообще начать это делать прямо сейчас. Мы проводим различные мероприятия, в том числе и карьер-ориентированные, и приглашаем спикеров, которые рассказывают о своем собственном опыте построения карьеры в той или иной индустрии. Это в целом разносторонняя поддержка абсолютно. Речь идет не только о грантах, но также и об организационной поддержке. Это элементарно помочь с тем, как разобраться с внутренними вопросами МГИМО. Также это техническая поддержка. И особенно, что показал карантин и период ограничений, это также человеческая поддержка. И в целом, наверное, ценность даже не в какой-то финансовой помощи, поддержке, не в гранте в самом, а в том, что можно прийти по любому вопросу, проконсультироваться, получить совет. Действительно важный, ценный совет, потому что чаще всего какие-то элементарные вещи, как составить смету, например, мы просто в силу отсутствия какого-либо опыта, мы просто не знаем. Фонд поддерживает многие студенческие инициативы, в том числе и другие клубы, студенческие организации, мероприятия, конференции. Но при этом мы заметили то, насколько активно на Digital переходил фонд вместе с проведением не только мероприятий, но также и запуском нового конкурса грантов университета в твоем ноутбуке, в котором, насколько я знаю, приняло участие достаточно много проектов. За период дистанта в том числе очень было заметно, что фонд начинает еще более активно вести свои соцсети. Также довольно активно развивается YouTube, где довольно много полезного контента, посвященного карьере, построению карьеры. Список работодателей «Мечты» по версии студентов МГИМО во многом совпадает с пулом компаний-партнеров эндаумента. Фонд поддерживает связь с HR-специалистами российских и международных компаний, приглашая к участию в ярмарках вакансий и карьерных вебинарах. В том числе медиаресурсы МГИМО также переходят в диджитал-формат. При поддержке эндаумента были запущены сайты корпоративного журнала МГИМО Джорнал и студенческого журнала Международник. МГИМО Джорнал «Меджер» На раз в год эндаумент собирает заявки на финансирование. И часть этих заявок подается просто инициативными группами, студентами, преподавателями. А часть заявок идет через деканаты, куда тоже эндаумент отправляет свои запросы. И формируется уже окончательный список, который потом эндаумент предлагает для софинансирования партнером института. Те проекты, которые отбираются, они, во-первых, часть из них идет, кажется, снизу вверх от потребностей студента. Часть из них идет от потребностей деканата для того, чтобы расширить возможности по обучению студентов или по их социальной жизни. Очень сильно растет степень интернационализации нашего института. Начинаем активно взаимодействовать по линии обучения преподавателей за рубежом, по линии стажировок. Ну, не говоря уже о традиционной стажировке студентов, в которой у нас очень многие имеют возможность. Начинаем именно со второго курса уже какое-то время учиться за рубежом, семестром, может быть, год, может быть, месяц. МГИМО продолжает активную работу по интернационализации программ. Круг зарубежных вузов-партнеров постоянно расширяется. Открываются новые программы двойного диплома с передовыми международными университетами. Вот то же самое сейчас идет и с преподавателями. То есть преподаватель получает возможность съездить за рубеж, пообщаться с своими коллегами, посмотреть, как там организован учебный процесс. Ну, для того, чтобы принять хорошую практику и, соответственно, внедрить его здесь, тот опыт, который наши коллеги нам дают. Ну, я могу сказать, что мне очень повезло, потому что как раз я имел возможность несколько раз съездить за рубеж и получив средства от эндаумента. Ну, во-первых, это международные конференции, одна из них в Греции по международным финансам, где я со своей коллегой делали небольшой доклад по аспектам корпоративного управления в России. И, конечно, это несколько командировок. Ну, во-первых, это партнеры наши, Рейненский университет, куда мы почти каждый год уже ездим на различные программы. Вот в прошлом году до пандемии мы прекрасно имели возможность провести стажировку в течение полутора недель. Нам рассказывали о методике преподавания дисциплин в школе бизнеса Хенли в Рейненском университете. Вот это последнее, что приходит на ум. Также есть другие программы. Мне вспоминается хорошая наша поездка от школы бизнеса в университет Монако, где мы тоже были с нашими слушателями, знакомились с опытом ведения бизнеса в этом международном университете, тоже софинансировал эндаумент. Поэтому я могу, конечно, бесконечно приводить эти примеры. Но я думаю, не только я, а многие мои коллеги имели возможность вот таким образом съездить за рубеж и пообщаться с нашими партнерами. Ну, конечно, тоже большая роль эндаумента в целом в развитии цифровой среды института. И как раз МГИМО здесь имел конкурентное преимущество еще до самой пандемии, потому что очень много инвестиций по линии эндаумента и нашего партнера Банка ВТБ шло вот именно на разработку онлайн-курсов, на закупку оборудования для проведения онлайн-занятий. Очень сильно мы сотрудничаем с Курсерой, международной компанией, которая именно такой вот формат, такой лекции онлайн осуществляет. Поэтому уже до пандемии у нас был серьезный фундамент, ну, а в условиях пандемии эта работа ускорилась, и, конечно, эндаумент здесь добавил существенные нам средства, за что мы очень благодарны эндаументу и профинансировал дальнейший переход на цифру МГИМО. Очень важно, что эндаумент финансирует публикации разных кафедр и структурных подразделений института, и в том числе моя кафедра международной финансы, имеет возможность финансировать публикацию книг, учебников, справочных пособий, и причем не только докторов наук, профессоров, известных по всей стране, а и наших молодых, мы их называем молодых ученых, аспирантов, магистров и студентов, которые активно участвуют в Днях науки, и потом для них всегда, ну, имеет большую важность и ценность получить впервые напечатанную соль статью в таком солидном сборнике. Ну, традиционные проекты, они, конечно, были нацелены на русский язык и на внутреннюю аудиторию, но теперь эндаумент также финансирует новое направление, а именно издание книг на английском языке в зарубежных издательствах известных, которые потом уже используются не только учебно-процессе МГИМО, но и даже в зарубежных вузах наших партнеров. Вот несколько книг было профинансировано наших тоже вот таких перспективных авторов, моих коллег, которые, я так понимаю, в общем-то, уже получили хороший рынок за рубежом. Вы знаете, еще очень важно, что эндаумент помогает издавать нам научные журналы. Дело в том, что научные журналы – это как раз коммуникация ученых с широкой аудиторией, и без таких журналов очень сложно быть востребованным именно в научной сфере. Чтобы поделиться с коллегами из других вузов России или за рубежом, действительно необходимо иметь возможность публикации. И эндаумент нам такую возможность дает, причем в основном, конечно, софинансирует наиболее важные журналы для нас, те, которые входят в международные базы данных. Это Scopus, это Web of Science. Именно их издание требует больших затрат, и поэтому очень благодарны эндаументу, что он на это выделяет существенные средства. И, конечно, это продвигает как нас, преподавателей сотрудников института, так и сам институт в международных тоже рейтингах, потому что и публикационная активность профессоров и преподавателей – это очень важная составляющая общей престижности вуза на мировой арене. Поддержка корпоративных кафедр – это очень важное и нужное направление работы эндаумента. Тут мы видим как раз хорошую связку бизнеса и нашей академической среды, поэтому несколько кафедр было открыто в последнее время, профинансировано. Но я бы начал даже с Министерства сельского хозяйства, это не совсем корпоративная кафедра, но это хороший пример востребованности наших выпускников, наших слушателей в реальном бизнесе, потому что эта кафедра готовит будущих сельхоз-атташе. И вот недавно прошла новость, что уже первые выпускники этой кафедры были приняты на работу, поедут в зарубежные страны представлять Россию. И, наверное, нельзя не упомянуть кафедру «Газпромбанка», на которой тоже профессионалы «Газпромбанка» учат наших студентов основам банковского бизнеса, причем не просто основам, а уже, скажем так, современным принципам ведения банковского бизнеса и с определенными даже проектами, которые студенты могут выполнять совместно под руководством специалистов кафедры, ну, конечно, с прицелом на то, что часть выпускников пойдет на работу в «Газпромбанк». Вот поэтому здесь, мне кажется, мы видим вот такой тоже хороший пример работы эндаумента с бизнесом и с МГИМО, вот где эндаумент выступает таким мостиком, соединяя бизнесы и нас. МГИМО регулярно обновляет и дополняет образовательные программы с учетом актуального запроса на рынке труда. Важнейшее место отводится реформированию экономического образования с упором на цифровые технологические дисциплины. Ну, это вот одна из, наверное, таких последних инициатив, которая возникла недавно, отражает тоже потребности в связке науки и бизнеса и нацелена на то, чтобы представители бизнеса могли влиять на учебный процесс своими советами при выборе тех или иных курсов, которые изучают наши студенты, при наполнении тех или иных программ различными, значит, дополнительными материалами, может быть, какими-то кейсами своей практики. Поэтому экспертный совет, вот на примере факультета МЭО, где он, наверное, одним из первых начал работать, насколько я знаю и понимаю, собраны представители финансовой сферы и реального сектора экономики, которые вот советуют и декану, и нам, как преподавателям института, какие знания в первую очередь давать студентам, что сейчас важно, что можно уже потихонечку, от чего надо отказываться. И самая главная задача экспертного совета – указать, какие компетенции будут востребованы через 3-5-7 лет на рынке труда. И таким образом мы уже заранее формируем наполнение учебных программ и компетенций студентов, чтобы по окончании вуза они уже были готовы к тем реалиям, которые окажутся на рынке лет через 5-7. Вы знаете, вот с фондом, что мне нравится, что это может быть один из немногих примеров, когда действительно лучшая зарубежная практика успешно внедрена была на территории постсоветского пространства. Мы, наверное, скопировали лучшее, что в эндаументах есть, в то же время и сохранили часть бюджетного финансирования, бюджетных, как так называемых, студентов. Такой вот микс, на мой взгляд, получился удачным. Предполагательский состав, ну и руководство университета очень четко держит нос по ветру, ориентируется на спрос рынка. И, ну, я надеюсь, что не выпускаются ребята в никуда. Университет выступает площадкой и организатором большого количества международных деловых и образовательных форумов, спикерами которых также выступают партнеры эндаумента. Регулярно проводятся открытые лекции и практические занятия для студентов МГИМО. Судя по тому, как работают всякие выездные мероприятия МГИМО, Ташкент и Париж, еще, наверное, где-то мероприятия были, вот, оттуда же приходят хорошие отзывы. Выпускники вот там, выпускники, которые давным-давно не были в Москве или давным-давно не были в университете, в институте, вот там они хорошо собираются. Это вот какой-то такой признак, критерий очень мощной поддержки постученической, да. Ну, а самый свежий, это тот проект, который мы обсуждали недавно на Общительском совете, связанный с новой библиотекой хай-тековской, супер-труппер, как говорится, со всеми необходимыми современными технологиями и так далее и тому подобное. Владимир Пайтанин оставляет после себя очень хорошую зарубку на всю жизнь, на века, наверное, да. Факт, что вот яркие такие примеры существуют, и уже ради таких примеров можно и нужно такие вещи держать. Ну, и, конечно, те там миллионы рублей стипендий, которые выплачиваются ребятам, девчатам, вот за счет этого фонда, ну, тоже self-explaining, что называется. Корпоративные партнеры эндаумента выплачивают студентам ежемесячные стипендии и гранты, полностью покрывающие обучение в магистратуре. Благотворительный фонд Потанина и Международный фонд Шадиева проводят ежегодные конкурсные отборы. Компания «Метал Инвест» выделяет стипендии студентам-экологам. Не знаю, насколько продвинулись там другие вузы в том, чтобы поженить эти две, в общем-то, когда-то были самостоятельные специальности, переводчик, да, профессиональный, и специалист, не знаю, в какой-то отрасли. Но, по сути, МГИМО оказалось вот тем местом, где эти свадьбы имели место быть давным-давно, да, очень давным. МГИМО фактически этим занимался до того, как набрала темп эта вот так называемая глобализация, до того, как стали интегрироваться все виды рынков, да, а вы попробуете отработать сейчас, да, без языка на валютных рынках или, там, не знаю, на нефтяном рынке. Вклад в эндаумент может сделать каждый. Любая сумма будет обеспечивать ежегодный прирост для развития МГИМО, завоевания новых высот студентами, выпускниками, преподавателями. Эндаумент, в свою очередь, оказывает любую информационную, организационную, техническую и финансовую поддержку. Поддержать университет может каждый, сделав даже самый небольшой вклад в эндаумент. Это позволит стать причастным к чему-то большему и, самое главное, очень-очень важному. Поддержка эндаумента запускает круговорот взаимопомощи. Для бизнесменов это не только благодарность «Альма-Матер», но и ощутимые дивиденды. А студенты, получившие грант, в будущем помогут новым поколениям МГИМОвцев. Философия эндаумента в прозрачности, в долгосрочности, я бы даже сказала, что в том, что эндаумент — это навсегда. Это, мне кажется, принципиальный поворот в развитии эндаументов в России в целом. Я знаю, что во многих вузах последние годы возникли эндаументы, где-то больше, где-то меньше, но уже само по себе это движение говорит о том, что идея владела массами. Так что слава эндаументам! Пусть развиваются!